Добрый день всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня я хочу приготовить очень простое, быстрое, вкусное блюдо. Это отбивные из фарша. Готовится действительно просто. Такие отбивные всегда будут мягкими, сочными. Потому что мясо здесь уже перекручено. Но тем не менее оно не будет похоже на котлеты. Потому что в фарш мы не будем добавлять лука, только специи, такие как соль, перец. Итак, давайте приготовим это простое блюдо. Надеюсь, оно вам тоже понравится. И вы будете его готовить. Понадобится 500 грамм фарша, 4 яйца, панировочный сухарь, мука, соль и перец. Фарш можно брать любой по вашему вкусу. У меня это индейка. Я его посолю, поперчу по вкусу также. И все хорошенько вместе перемешаю. Главное не добавлять в фарш репчатый лук, для того, чтобы наши отбивные не напоминали котлеты. И теперь я сразу поделю фарш на небольшие такие кусочки, из которых мне удобнее будет в дальнейшем формировать отбивные. Отбивные мы будем обмакивать в яйцо, поэтому я в миску разбиваю 4 яйца, слегка посолю и с помощью вилки взобью их вместе. Сковородку с растительным маслом я уже поставила на огонь чуть ниже среднего. И приступаю к формированию отбивных. Для этого я кусочек фарша вот так вот приплюскиваю, делаю из него лепешечку, она должна быть не тоньше полсантиметра толщиной. И начинаю обмакивать сначала в яйце, затем в муке, потом снова в яйце и в панировочных сухарях. Изготовленную отбивную я выкладываю на сковородку с разогретым растительным маслом. И точно таким же образом продолжаю формировать следующую отбивную. Также сделаю из нее лепешечку, обваливаю сначала в яйце, в муке, снова в яйце и в конце в панировочных сухарях. Уже отправляю жариться. И аналогичным образом продолжаю формировать остальные отбивные и выкладывать их на сковородку. В общем, делается это достаточно быстро и просто. И жарятся они довольно-таки быстро. Когда они подрумянились с одной стороны, я их переверну на вторую сторону и также обжарю со второй стороны. Можно прикрыть сковородку крышкой, чтобы они лучше пропарились. И вот мои отбивные готовы. Можно подавать их к столу. Как видите, они готовятся действительно очень быстро и очень просто. В отличие от обычных котлет, они имеют другой вкус. Действительно похожи на отбивные. Вкусные, нежные, мягкие. Хрустящая вкусная корочка. Поэтому советую попробовать. А я желаю вам приятного аппетита. Всего вам самого доброго. Хорошего здоровья. И до новых встреч на видео.